25 декабря Европейское Рождество около въезда в Припять многолюдно. Около 50 журналистов и операторов, и здесь же припятьчане, проживающие в Слаудичи. И хотя их официальная встреча произойдет на Центральной площади, телевизионщики ловят красивые кадры и даже интервьюируют. Гостей Припяти встречает два щенка, но когда кто-то достает корм, появляется еще один. И вот главное событие дня на Центральной площади Припяти. Впервые с декабря 1985 года установлена 4-метровая елка. А бывшие жители Припяти украшают ее игрушками и своими фотографиями из детства. Эффектное фото из припятской жизни и рядом будильник. Не ходит уже 33 года. Припятский диджей Александр Демидов поставил под елочкой конверты от дисков из 80-х. Эта музыка звучала здесь, на Припятской дискотеке, в Доме культуры «Энергетик» с 1980 по 1986 года. Субтитры делал DimaTorzok Журналисты разбрелись. Здесь по площади берут интервью у припятчан. Проявим любопытство и подслушаем, о чем они говорят. А здесь вспоминают про то утро 26 апреля 1986 года. Ви бачите руину, а я бачила структуру «Энергетика» с 7-го, 24-го числа. У нас были новоречные каранты, новоречные выставы, все фотографии из Нового Львова. Припять – это музей мого дитинства. Потому что я периодично приезжаю в свой музей. Если первый раз это были слезы, это была истерика, то теперь я приезжаю, поделюсь, что еще осталось. Я училась в первой школе, которая руйнуется. Для меня это был шок, когда я первый раз это увидела. Я думала, что оно так всегда будет стоять, и я не думала, что оно будет руйнуваться. Вот тогда я поняла, что еще лет, я думаю, 50, мосту и все. То тоже ничего не будет. Когда вы пришли фотографию, две имеют ко мне отношения. Это моя фотография с 1-го сентября первого класса, 1985 год. И фотография моей мамы-учительницы с ее учениками тоже из третьей школы. А что вспоминаете? И река, походы за грибами, спортзалы. Сравниваю, это два совершенно разных города. Это Припять, но это не Припять. То есть если раньше, первые годы после аварии, он упоминал заброшенный город, то сейчас у меня ощущение, что это город, который инсталирован в лес. То есть это, по сути, уже и не город. Это действительно памятник, который не был в музее. Это наследие, наследие страны. Это важно сохранить. Не столько, как память о трагедии, сколько уникальных объектов. Очень часто называют Припять мертвым местом, но если вы приедете до Припяти в день, вы почуете, увидите, что это место уже не мертвое. И в Припяти сейчас можно почути все звуки великого мегаполису. То есть это и разумы на всех языках. Жизнь повертается в Припять. Воно трошки незвичное. Воно не такое, яке было до аварии. Но життя тут есть. Тут есть природа, чудовая природа. И именно поэтому мы впервые за 34 года встанавливаем в Припяте новоречную ялинку. Это как символ того, что сюда повертается. И, конечно, узнаем у дозиметристки. А наша ёлочка чистая? При нашей ялинке фон 0,9 микрозиверта на годину. А это много или мало? Это в три раза больше, чем в Киеве. В три раза больше, чем максимально дозволена норма для населення. Журналисты уехали, а у нас осталось минут 30 свободного времени. Группа славучан идет в кафе Припять. Обнаруживаем советские автоматы для газоводы. Первая кнопка – просто газированная вода. Вторая кнопка – вода с сиропом. Третья – по 5 копеек, с двойным сиропом. Пепечанка Валентина Демидова приглашает в свою квартиру. Выбитые окна, пустые комнаты. А во дворе очень много деревьев. Они выросли за 33 года. И делают картинку еще более печальной. А вот так выглядит первая школа. Лучшая в Припяти. Разрушается с трех сторон. И ящик с бутылками из-под молока. Как привет из прошлого века. А за новогоднюю елку около Дома культуры энергетик большое спасибо от всех припечан. По скриптуму. И для абсолютной честности первую елку после аварии поставили здесь в 2015 году. Но она была совсем маленькая. Подписывайтесь на наш канал. Продолжение следует...